Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать либо у себя на канале на YouTube, либо у меня на сайте mir.lanova.ru Сегодня после долгого перерыва я снова с вами. Сегодня будет очередной урок по работе в программе Potemaker. Я думаю, скорее всего, для новичков, поскольку это повторение, можно сказать, пройденного. Я расскажу о том, как пользоваться файлами для импорта палитр. Почему я об этом рассказываю отдельно, хотя я об этом рассказывала в своих уроках о работе с бисерными палитрами, хотя я об этом рассказывала и в обзоре сборки программы Potemaker, и еще в других уроках, по-моему, по новым цветам палитры DMC. Я об этом рассказываю, потому что ко мне уже неоднократно обращались с помощью найти ту, либо иную недостающую палитру программы Potemaker. И обычно я даю файл для импорта и пишу такие маленькие видео инструкции, как ими пользоваться. И вот после очередного обращения недавнего я решила все-таки снять отдельное видео, чтобы новый пользователь программы не искал среди моих многочисленных видео, как все это дело делать, потому что все видео невозможно мои просмотреть, у меня их много, поэтому я отдельно запишу и буду давать уже при необходимости ссылку на этот мой урок. Почему я пользуюсь необычным методом добавления любого цвета, недостающего цвета палитру, о котором я тоже рассказывала в своих уроках, а пользуюсь файлом для импорта обычно, потому что у меня есть специальная программа, которая с этим работает, и мне этот файл для импорта очень легко и просто сделать именно в программе, поэтому я вот рекомендую все-таки этим методом пользоваться, для меня он быстрее. Программа, которой я пользуюсь, я тоже о ней рассказывала в своих уроках по работе с бисерными палитрами. И вот все эти бисерные, вернее все палитры, которые новенькие я делаю, я обычно складываю в папочку сборки программы Potemaker, их там можно найти. Вот как только мне обращаются с какой-то палитрой, я ее делаю и складываю туда. Так что можете зайти в папочку по сборке и поискать палитры при необходимости, если вам какая-либо палитра нужна. Ну вот у меня папочка с мультисборкой, и здесь у меня вот палитры для импорта есть папочка. Так выглядит у меня моя папка, именно если я смотрю со своего родного Яндекс.Диска, у вас возможно все это выглядит по-другому. Ну и вот совершенно недавно ко мне обратились вот с такой подобной просьбой о том, где найти палитру таких замечательных эксклюзивных нитей для вышивания, как Rainbow Gallery Treasure Bread Petite. Вот я нахожусь на сайте производителя данных нитей, здесь можно рассмотреть красивые фотографии этих ниток. Вблизи и вдали здесь есть карта цветов. Вот таким образом они выглядят, по крайней мере на фото. И вот вам понадобилась данная палитра. У нее нумерация начинается с PB. Давайте обратимся к программе Potemaker и поищем, есть ли данная палитра в программе Potemaker. Итак, кликаем по любому цвету, у нас появляется нижняя панель с цветами. И давайте ищем бренд Rainbow Gallery. Он здесь есть в программе, представлен многочисленными типами ниток, вот Rainbow Gallery есть и так далее и тому подобное. Он здесь есть, элегант, но она пустая. И так далее, и так далее. Но той, которая нам нужна, здесь нет. Итак, здесь этой палитры нет, поэтому что у нас есть файл для импорта. И первое, о чем я вам буду рассказать, о том, как вообще получаются файлы импорта и экспорта, как они выглядят и чем открываются. Ну, допустим, любую палитру можно проэкспортировать при помощи замечательной кнопочки экспорт. Итак, кликаем по этой кнопочке. Далее мы можем назвать как-то эту палитру по-своему. И расширение у этой палитры будет CSV. И мы ее сохраняем в нужном месте на компьютере. Итак, вот у меня палитра сохранена. Я не меняла название, сохранила под этим названием. Теперь, каким образом и чем можно открыть этот файл? Можно, конечно, открыть и Excel, но это очень долго. Я обычно открываю обычным блокнотом. Как это сделать? Кликаю правой кнопочкой мыши по файлику и выбираю опцию «Открыть с помощью блокнота». И файл моментально открывается. Посмотрим, как выглядит файл для импорта и экспорта. Итак, первая строчка у нас расшифровывает все то, что у нас находится внизу в каждом столбце. В первом столбце у нас находится номер, во втором у нас находится описание ниток, description. Далее у нас кодировка цвета в RGB. И далее у нас available доступность, либо недоступность. Для чего была сделана доступность, недоступность? Покажу, где она в программе. Вот здесь вот есть такая панелька «Доступные и недоступные». Для того, чтобы отсортировать цвета основной палитры DMC. Поскольку многие цвета вышли из производства в палитре DMC. А схемы с этими цветами еще есть. И чтобы эти схемы открывались в новой сборке в программе версии 4.08, была сделана вот данная опция. То есть нам видны цвета, только доступные. А если нам нужны еще старые цвета, мы выбираем вот эту опцию. У нас видны все цвета. Но для Rainbow Gallery это не работает. А вот в DMC это все дело работает. Рассказываю, что это такое. То есть эта опция, в принципе, не обязательная. Если но. Она сделана, скорее всего, для DMC. Хотя ее можно пользоваться. Какие-то цвета скрывать и открывать. Итак, вот у меня готовый мой файлик Rainbow Gallery. Который я сделала при помощи программы Pascal Sushi, работающего с палитрами. Давайте мы ее тоже, этот файлик, откроем. Кстати, его можно открывать и с помощью WordPad. Давайте откроем с помощью блокнота и посмотрим, как у меня выглядит мой файлик. Итак, как мы видим, он похож, но нет кавычек. Нет кавычек около названия и так далее, адмирации. И нет у меня доступности, недоступности. Но этот файлик, без кавычек, прекрасно работает. А зачем же делать больше, если все и так работает? Поэтому, что мы делаем? Мы сейчас этим файликом будем пользоваться. И поскольку речь идет о Rainbow Gallery, о этих нитках, я предлагаю проимпортировать этот мой файлик в любую пустую палитру. Вот здесь пустая палитра и Elegance, по-моему, и Encore. И следующая, по-моему, не следующая, занята. Еще какая-то есть. Ну, в общем, давайте в первую Elegance проимпортировать. Ну, здесь речь идет о Rainbow Gallery, поэтому, мне кажется, удобнее сюда сделать. Но, в принципе, в программе есть так называемая пользовательская палитра. Называется она Custom Thread. В переводе она это и означает пользовательская палитра. И, в принципе, любые палитры можно грузить сюда. Но она у меня здесь занята, шелковой модели. Но она для этого и предназначена, чтобы грузить вот эти пользовательские палитры. Это в любых других случаях. Но поскольку нам нужна Rainbow Gallery, давайте мы возьмем пустую палитру Rainbow Gallery Elegance. И далее, что нам нужно сделать? Нам нужно закрыть все схемы, иначе у нас не будет работать импорт. И кликнуть на кнопочку импорт. И далее мы находим в папочке нашу палитру Rainbow Gallery. Программа запрашивает подтверждение. Все. Палитра наша готова. И сейчас мы проверим, как все это дело работает. Итак, создаю новую схему. Удаляю все цвета DMC. И помещаю какие-то три любые цвета. И далее что-либо рисую. Самым простым методом, методом заливки, рисуем обычные прямоугольнички. Ну вот, нарисовали. И далее посмотрим, каким образом у нас все цвета выглядят в нашем ключе. Итак, кликаем на просмотр ключа. И что мы видим? То есть, нумерация у нас такая, какая нам нужна. PB. Нумерация именно этих ниток начинается с PB. Название цвета нормальное. Единственное, что здесь у нас бренд немножко не тот. То есть, тип ниток элеганс. Но можно, в принципе, не париться и оставить все, как есть. А можно и как-то усовершенствовать и эту палитру. Итак, какой самый простой метод указать, что эти нитки немножко другого типажа? Я беру, выделяю название вот именно этого типа. Rainbow Gallery, копирую и далее я возьму тот цвет, который я хочу исправить. Хотя можно это заранее сделать в файле для импорта. Я покажу именно, как делать уже с готовыми цветами. Итак, я красный цвет нахожу в палитре. То есть, я его кликаю, у меня здесь выделяется такой рамочкой. И что я делаю? Я его изменяю. Я к названию прибавляю название данного типа Rainbow Gallery. Итак, кликаю на ОК. После того, как я ввела изменение названия, посмотрите, у меня уже в палитре видно, что это Rainbow Gallery. И здесь у меня тип ниток. Это самый простой метод. Второй метод, это около того типа стежка, того цвета поставить примечание. Но придется вам примечание ставить ко всем типам стежков. Вот, как я уже неоднократно рассказывала, как это делать. Поставили трежимый аппетит. Но сразу в ключе изменения не появится. Нужно переключить схему на отображение любого типа, а затем опять на ключ. Вот у нас практически то же самое отображение в ключе. Но такие пометочки примечания нужно будет ставить около каждого типа стежков. Так что я считаю, что намного быстрее ставить такие пометочки прямо в самом цвете. А еще файли для импорта. Можно вставить везде еще вот эти дополнительные названия, но это дольше сразу. Но зато уже все будет хорошо. Вот. Ну и последнее. Как вставить палитру, я сказала. А теперь вдруг нам нужно удалить эту палитру. Каким образом? Самым простым методом. Там можно три метода, но я покажу самый простой, чтобы урок не затягивался. Я закрываю схему. Мне она не нужна для сохранения. Далее. У меня палитра, которая открыта, я ее хочу удалить. Она у меня пользовательская. Я кликаю на любой цвет. На всплывающей панели я нахожу опцию «Показать изменения». И опять, как мы видим, здесь показаны все пользовательские цвета, а не все пользовательские. И я кликаю на опцию «Отменить все изменения». Все, у меня палитра теперь детственная, чистая. Вот таким образом при помощи инструмента в самой программе «Потемикер» можно убрать эту пользовательскую палитру. Хотя есть и другие способы. На этом я свой урок заканчиваю. Надеюсь, с импортом-экспортом палитра при помощи файлов. Все теперь ясно и понятно. До новых встреч, до новых уроков. Всего доброго и ровненьких вам крестиков.